Итак, друзья, в связи с последней ситуацией, которая произошла у меня на днях, я в сообществе укладывал тему про животное, про бедное. Это видео, которое мне прислали, вот оно, посмотрите. Я замылю страшные кадры, потому что YouTube против этого может ругаться, но если вам все-таки хочется воочию увидеть этот страх, то переходите в Instagram, там у меня полная версия этого видоса. Не знаю, фейк не фейк, но, короче, они меня вытягивают, что надо ехать. Во-первых, посмотреть, что там в принципе происходит, во-вторых, нам нужно составить пчел. Но я понял, что у меня совершенно нет одежды для того, чтобы ехать туда. Ну просто все кончилось. Вы видели, в каком трепье я уже работал в последнем видео. Сейчас, сейчас посмотрел на себя в зеркало. Это просто какой-то чучмек. Один из наших зрителей как-то написал мне, Денис, расскажи о выборе зимней одежды для стройки. Ребята, я обязательно сниму эту серию, когда сам начну одеваться. Донашиваю последнюю одежду, которую не жалко. Скоро нужно будет что-то уже приобретать под зиму. Сегодня этот момент настал. Я покажу вам, где я покупаю, что я покупаю и как я выбираю себе одежду. Это не реклама. Я не буду рекламировать магазин. Не буду рекламировать, да ничего не буду рекламировать. Покажу вам просто, какие варианты ассортиментов, какие цены и так далее. Тем более, что там рекламировать, если в вашем городе, скорее всего, другой магазин спецодежды и другие выборы. Совершенно другой ассортимент. Поэтому вместе с вами сейчас мы выберем мне осеннюю одежду для работы и в ней я поеду составлять пчелок. А оттуда я вам сниму пару кадров и пришлю. Ну а мы едем с вами выбирать мне костюм для стройки. Ну я просто вам новиночек хочу показать. Вот эти у нас и были, а вот эти вот добавлены. Это вместе с комбинезоном, да? Да, это с комбинезоном. Они и подешевле приехали, и удобно, что шея будет закрыта, что меховой воротник. Можно его расстегнуть. Ну и зеленый, и не металл, да? Нет, это пластмасса. С комбинезоном. И для сварки нормально. Нормально. Ну и по цене. Это цена за и то, и то. Отлично. Цена вообще прекрасная. Вот такой у нас добавился. Тоже новинка. Титан называется. Ну вот этот интересней. Да, поинтересней, согласна. Тут смотрите, вот ветер дунул, воротник поднял, все закрыто. Его можно отстегнуть. Ну вот такая модельечка. Тоже с комбинезоном. Но тут уже клепки металлические, не знаю, удобно вам будет. Ну, наверное, липучки лучше. Да, это же так же. А у этого цена? Так, у этого. Ну, примерно где-то так же. Так, ну вот эти у нас были. Ну это с металлом, я помню. Вот это не очень хороший вариант молнии. Зато теплый костюм как бы. А он стоит? Он подороже. 3 900. Так, и смотрите, ну вот этот тоже попробуют все снять. Это тоже фаворит идет, но он без мехового воротника. Тоже с комбинезоном. Это для осени, это не зима. Почему зима? А, и зима тоже, да? Да, вот это все у нас тут зима. Наверное, вот этот-то будет поинтереснее. Ну, он, знаете, здесь синтетики побольше. Вот видите, блестит. А здесь побольше хэбэшки тканей. То есть для сварки, конечно, лучше, где хэбэшки побольше. Вот этот, да. А его цена? Так, он подороже еще. Вот такой. Угу, понятно. Так, ну, этого не буду показывать. Нет, это второй вариант, что мне нужно, потому что я хочу сейчас себе лично взять... Можете его туда. А, этот? Да, без проблем. Я сегодня-то и хочу с костюмом с одним уехать. Потому что я в тайгу собираюсь на выходные. И нужно, чтобы вот для сейчас что-то таежное. Вот такие вот новинки пришли, очень теплые костюмы. Они идут минус 45. И они очень... Нет, 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 вот сейчас в тайгу, если я хочу. Вот что бы вы посоветовали? Ну, тоже что-то теплое, да? Можно вот такой минус костюм. Да, вот, ну, только вот другой. Вот, расцветки я вам показываю. Вот мембрана, ткань идет. Она идет не пробывает, не промокает дышащая ткань. Угу. То есть она и тоже теплая, а также и легкая. Ну, хорошо. Это как... Он дышит, да? Да, дышит. И сейчас он вот типа нормально? Да, нормально. Так, хорошо. Что еще покажете? Мне, я, наверное, вот этот отладнул, то есть сейчас померяю. Дерма, подкладка, она как бы тепло держит. Ну, это зимний, да, вариант? Это зимний вариант, да. Тоже очень модель хорошая, тоже идет облегченная. А, это горка типа, да? Горный? Угу, горный. Ну, горный, горка не, в принципе, один. Ну, либо флис, но во флисе, я думаю, уже холодно. На флисе вот костюмы. Ну, вот этот мне понравился. Я хочу, наверное, вот этот сейчас возьму. Ну, это пиросекс. Но вы еще что-нибудь покажите. А пилот такой можно еще посмотреть. Шоколадное цветное. Это то же самое? Да, ну, маленький дизайн другой, но с той же оперы все. Все тритоновское. Так. Шоколад маленький, либо вот две. И цена 7 тысяч, да? А у этого цена? А этот 6200. Ой, нет, подождите. Я его смотрел. Вот этот смотрел же, да? Да. Да, да, этот либо вот. 6200, а тут 7 тысяч. 100 тысяч раз. Тоже такой же, только зеленый. Но как-то тут мне тоже поинтереснее. Ну, да, тот прикольный. И у него, а комбинезон у него какой идет? У него брюки с лямками сюда. То есть как штаны или выше? Как штаны, наверное, 6200. Не, надо повыше, наверное, так удобнее будет. Нет, смотрите, повыше. Поясница вот, все закрыто будет до самых этих. До самых этих. Этих, этих. Так, ну, давайте, наверное, померяем тогда вот этот. Так, размер 48-50 или 52-54? Наверное, вообще 54-56. Я очень большой человек. Если по сапогам, то лучше искать вариант Торви. Это реально крутые сапоги. Я работал в горке. Флисовая горка. Но она до осени хорошо. Сейчас уже в ней будет, наверное, холодно. А это прям легкие варианты. Вот еще классная штука. Сам ношу и мне очень нравятся. Вот такие вот безрукавки. Называется Геркон Дельта. Вот этот вариант я возьму себе на осень. Мне он понравился из всех. Сейчас посмотрю, какой комбинезон. И комбинезон здесь. О, он не просто брюками. Он как комбез прям. И материал такой, знаете, ткань, ну, которая реально сварки не будет бояться. Типа горки. Так, здесь цена. Цена. Вот. Так, это 54-56, а рост? Ну, это рост большин, надо мерить. Давайте мерить. Туда? Да, туда, ага. Вот этот вариант на мой размер померяем. Ну, тонкий будет. Смотрите, рукав-то вообще не облегчет. Ну, кофта же будет еще под них. Просто я бы... Вот здесь только рукав теплый. А здесь вообще он тонкий. Тут вообще ничего нет в него. А, он вообще даже так. Он как ветровка вообще. Ну, да, у него получается здесь вот, где вот тело на флисе, а рукав почему-то сделали вот так. Я думаю, может, тогда этот полностью. Флисовый. Тут тоже манжета есть, чтобы туда не поддувало. Ну, давайте вот этот померяем. Это больше он мягкий? Под мой размер, да. Просто тот костюм, который вы дали, он, ну, реально зима. Он зима. Он прям... Да, я вам хочется везать все зима. Он прям для зимы здорово. То есть сейчас его... Между вот этим вот теплым и вот таким середины у нас нету. Единственное, что вот такой брать, Света, что без рукава одевать. Вот еще. Ну, либо термобелье. Вот какой-нибудь поделать. Давайте вот попробуем. Так, вот этот вот. Еще больше есть? Да, есть. Наверное, надо будет. Я говорю, 56 надо, что-то такое. Это вот 56-58. Да? Да. Сейчас померяем, ладно. А теперь я 60-62. Хорошо. Сейчас. Ну, в принципе, он неплохо у него везет. И что идет с Е такой вот? Оно не... Не, мне кажется, что вот для сегодня это самое то. Да? Больше не надо. Все, тогда его... Мне очень классный тактик. Мне очень нравится. А это... Нет, нет, я позвоню потом. Комфортно, да? Да. Ну, приятно прям. Приятно. А он тоже дышащий. Да, это все, мне бы, на 10 везде под домки. То есть документы, все. Ну, короче, мне нравится. Давайте, наверное. Вот это я и возьму. Он на магнит. Как маленькая. Ну, как? Ну, сделаем. Но она немного, это... Небольшие накрытия на этих костюмах. Из этого маленького. Ну, все, считаем. Вот это давайте я его заберу. Это он 182, да, по высоте? Да, растопка, да. Это длинно. А можно меньше растопка? Ну, нету, наверное, чем. Можно, но нету. Да. Ну, сезон уже отошел, где без сезонки заказывать не буду. Представляем этот? Да, давайте. Итак, друзья, я сразу для вас снял небольшой очерк, какую выбрать одежду. Решать, конечно же, вам. Это не реклама. Вот тот костюм, который я выбрал, горка. Ну, горный костюм для тайги. Я его обязательно куплю, но он зимний. Я его начал когда мерить, я понял, что мне сейчас в нем будет очень жарко. И второй вариант, это вы видели рабочий костюм. Он похож на мой летний костюм даже чем-то. И в нем легко можно варить. У него ткань прям такая, которая не боится ни сварки, ни болгарки. Поэтому вот для себя я определился сейчас, в ближайшее время, что приобрести для стройки. Кстати, вот строительные вещи люблю больше всего на свете. Я могу в джинсах в одних ходить, а я и хожу. Но форма для стройки, это приоритет, это важно. Проходи, друг. Это все, что я хотел вам сегодня показать, друзья. На этом все. До встречи на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok